На телеканале Гелиос вы смотрите программу служба 112. Меня зовут Асиат Рабаданова. Здравствуйте! За истекшую неделю Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям провело следующую работу. Обучение детей правилам действия в чрезвычайных ситуациях является одной из главнейших задач. Поэтому сотрудники Управления ГОЧС и ПБ в год гражданской обороны проводят регулярно обучающиеся тренировки по подготовке воспитанников детских учреждений и работающих с ним персонала к действиям в экстремальных условиях. Так сотрудники Управления провели тренировочные эвакуации и обучающиеся занятия в детских садах Теремок, Колокольчик и Березка. После получения сообщений о возгорании с помощью персонала детишки эвакуировались через запасные выходы. Последними из здания детского учреждения вышли воспитатели, предварительно убедившись, что никого не осталось. Благодаря правильным действиям персонала учебная эвакуация прошла успешно. Практические действия показали, что все дети умеют правильно вести себя, не пугаются и внимательно слушают воспитателей, не наводят панику, отметили специалисты Управления. За исправность пожарных гидрантов в Хасаюрте специалисты Управления Гражданской обороны совместно с ПСЧ-11 провели ревизию пожарных гидрантов. В целях упорядочения сведений из состояния наружного противопожарного водоснабжения ежегодно специалисты Управления ГОЧС и ПБ совместно с работниками пожарной охраны проводят проверки состояния пожарных гидрантов. При проверке гидрантов акцентировалось внимание на то, имеется ли доступ к гидранту, его исправности и наличие указателя местоположения. О результатах проведенной ревизии доложено руководству города. Ряд пожарно-профилактических мероприятий в спортивных и культурно-зрелищных объектах провели специалисты Управления. Согласно плану основных мероприятий на 2016 год и во исполнение распоряжения Администрации муниципального образования города Хасаюрт за номером 25 от 2 декабря 2016 года о мерах по усилению противопожарной защиты объектов. В течение месяца проводилась проверка спортивных и культурно-зрелищных объектов на предмет состояния противопожарной безопасности. Всего проверено 10 объектов. Основной акцент уделялся наличию на объекте пожарного водоснабжения, гидрантов, рукавов, колонки, пожарного водоема, шлангов, насосов к нему, стрелку указателей выхода, светящееся табло выход, исправности электропроводки, по улучшению противопожарного состояния и состояние противопожарного инвентаря. В ходе проверки была оказана консультативная методическая помощь руководителям и персоналу объекта. Спасатели Управления ГОЧС и ПП помогли жителям одной из квартир по улице Фабричная справиться с несговорчивым замком захлопнувшейся двери. Это был обзор за неделю. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш инстаграм, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До скорой встречи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова